МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из-за аномальной теплой погоды осенние сорта груш, которые должны были начать созревать в начале сентября, поспели у нас 15 августа. Обратите внимание на эту красавицу. Это сорт груши памяти Яковлева. Мы неоднократно в наших программах говорили и показывали эту грушу. Но хотелось бы еще раз рассказать о преимуществах этой груши. Ведь у кого-то наверняка еще в саду не растет эта чудесная груша. Во-первых, она полностью самоплодна. Достаточно посадить одно дерево, и вы всегда будете с урожаем. Еще одно преимущество груши памяти Яковлева – это то, что она низкорослая, но относительно низкорослая. Где-то высота ее около 4 метров – это максимум. Ну и последнее – это скороплодность. Плодоносить она у вас начнет уже на 4-й год после посадки. Ну а вкусовые качества этой груши просто отменные. Она вкусная, сочная. Зернистость очень у нее такая условная. Ее мякоть маслянистая. Ну, в общем-то, как все и любят. Я думаю, что грушевые гурманы оценят по достоинству этот сорт. Снимать эту грушу лучше слегка недозрелой. Тогда она около месяца будет у вас храниться в холодильнике. Наверное, многие дачники заметили, что в этом году из-за аномальной погоды многие плодовые деревья поражены паршой. И груша в этом году у нас тоже не очень красивая. Посмотрите, на ней есть признаки парши. Но, тем не менее, она выстояла, будет храниться, потому что сорт памяти Яковлева относительно устойчив к мучнистой России. Мы не делали с тобой, Виталь, ни разу ни одной обработки. И сегодня, я думаю, мы все-таки сделаем обработку биологическим фунгицидом. Но начнем не с этого. Наша задача сейчас обрезать все волчки. Вот очень часто задают нам вопрос, что же такое волчки. Вот они, вертикально растущие побеги, которые совершенно нам не нужны, тем более груши. Они оттягивают очень много питания, поэтому от них будем сегодня избавляться. С волчками мы расправились, и настало время напитать нашу грушу, поскольку она нам, как всегда, дала богатый урожай и заслуживает, чтобы мы ее хорошенечко накормили, но и обработали биологическими фунгицидами от болезней. В этом опрыскивателе мы составили коктейль. Здесь гуминовое калийное удобрение, то есть абсолютно натуральное. Здесь биогумус жидкий и биологические фунгициды. И еще раз хотим сакцентировать ваше внимание. Биологические фунгициды содержат бактерии, и они могут ужиться только в натуральной среде. У нас биогумус натуральный, калий – это мягкое гуминовое калийное удобрение. Не имейте в виду, если будете пользоваться химией, то эти бактерии попросту погибнут. Еще одно преимущество, о котором мы сегодня говорили, вы сейчас видите в действии, это грушу удобно обрабатывать. Виталий на рост плюс на вытянутую руку, мне кажется, он не пропустит ни одного листочка. Почему мы предпочитаем кормить нашу грушу полистуда? Потому что это питание усваивается очень быстро и полностью, в отличие от подкормки корневой. Здравствуйте! Так большой урожай в этом году. И в теплице, в особенности в теплице. Смотрите, листики какие аккуратненькие, да. И вот эти кустики у меня плодоносят с мая, июнь, июль, и август. И еще будут работать. А теперь конкретно о самых лучших. Огурец Драйв. Это для открытого грунта пчелопыляемый с частичным портонокарпией. Какие у нее есть конкуренты? Это Рокки и Спартак. Особенно на Спартак обратите внимание, да. Он очень вкусный, легко выращивается конкурент любым портонокарпическим огурцам. Какие самые вкусные пчелопыляемые огурцы? Это Манул, Атлет, Реформатор. Самый опыляемый огурец Сережа. Огурцы для консервации. Задор, Павлик. Самый такой жесткий огурец. И Коль. Темп. Ну, а теперь самые монстры. Поговорим о них. Огурец Кураж. Один из самых популярных в России. Герман. Это самый популярный голландский огурец. Паратунка. Один из любимцев самарских дачников. Магдалена. Маленькие уже плоды растут. Альянс Пулус. Это жару выдерживает любую. Гуннер один из нежнейших. Последний. Только появился, сразу полюбился. Седрик. Фермеры любят. Которые умеют выращивать. Кто не умеет, не беритесь за этот огурец. И вот сейчас я вам перечислю. Самые огурцы лучшие в этом году. Бенефик. Авантюра. Бонус. СВ-4097. Мало пасынков дает. Маверик. Азарт. Темно-зеленый огурец. На солнце кажутся черными. Импресса. Самый красивый. Вот он. Красивейший огурец. Вы знаете. И быстро растет. Очень быстро растет. Обратите внимание на этот огурец. Траст. Тоже надо очень быстро его убирать. Вкусный. Вот тот небольшой ассортимент, о котором я сегодня хотел с вами поговорить. Кратко. Но все они хорошие. Желаю вам богатого и надежного урожая. Семка Самара приглашает фирменные магазины с задачными товарами. Семена, грунты и удобрения. Оптовая торговля 9500-900. Качественный биогумус от ИПЭТ Каченко. Появилась новинка. Жидкий биогумус. Спрашивайте в магазинах города. Все грядки, с которых вы снимаете урожай, желательно не оставлять пустыми. Идеальный вариант – посеять седираты. Вырастить седиральные культуры совсем не сложно. И это позволит отказаться от применения навоза. К тому же навоз стоит недешево. В нем много патогенов и семян сорняков. Чем же так хороши седираты? Седираты приостанавливают вымывание питательных веществ в нижние слои почвы. Например, горчица. Она очень быстро растет. Имеет глубокие корни, которые вытягивают элементы питания из нижних пластов в верхний корни, обитаемый слой почвы. Седираты улучшают физические свойства почвы. Если их зеленую массу заделать в грунт, то они способствуют обогащению ее гумусом. Густо посеянные седираты подавляют рост сорняков. И весь уход сводится к регулярным поливам. Заделывать в почву горчицу нужно во время начала цветения. Уход за садовой ежевикой совсем несложен. Особенно, если на вашем участке растут сорта без шипов. Ежевика лучше переносит засуху, нежели малина, так как ее корневая система расположена глубоко. Но во время интенсивного налива ягод кусты нужно регулярно поливать. Максимальный урожай невозможно получить без регулярных подкормок. Но важно знать, что переизбыток азота снижает демостойкость и провоцирует развитие у ягод серой гнили. Для подкормок в августе можно взять сапропель. Обогащаем его дополнительно препаратом с витаминами и порцией калия, который нужен для роста ягод. Период созревания у ежевики растянут. Наливаться урожай может до самых заморозков. И если вы живете в более северных регионах, то выбирайте для посадки самые ранние сорта. В противном случае большая часть ягод у вас не успеет созреть. Здравствуйте! Вторая половина августа – лучшее время для посадки крупноплодной садовой земляники. И сегодня, как всегда, я расскажу вам о самых новых, самых интересных, самых вкусных и самых урожайных сортах. Начнем с сортов раннеспелых. И здесь на первое место я бы поставила свой любимый голландский сорт – Дар Селект. Огромные, до 70 граммов вкуснейшие ягоды на высоких мощных цветоносах. Мощные, выносливые растения, устойчивы к заболеваниям корней. Два итальянских раннеспелых сорта – Азия и Клери. Слегка уступают сорту Дар Селект в размере ягод. Но они обладают высокой морозостойкостью, устойчивы к грибным заболеваниям, мучнистой росе и являются самыми популярными сортами в Италии. Без ремонтантных сортов или сортов непрерывного плодоношения, как их сейчас называют, нельзя представить себе ни одну современную земляничную грядку. Кроме всем известного сорта Елизавета II, на сегодня существует множество не менее достойных сортов. Как, например, итальянский сорт Ирма, у которого на одном кусте может созревать почти одновременно до 10 крупных ягод массой до 60 граммов. Самый сладкий ремонтантный сорт – это голландский сорт Свид Эви. Он так и переводится – Сладкая Эва. Бьет все рекорды по урожайности популярнейший американский сорт Альбион. А сейчас я представляю вам два уникальных среднеспелых сорта. Это жемчужина нашей коллекции. Первый сорт – это сорт голландской селекции – Черри Берри. Черри Берри – новый уникальный среднеспелый сорт с выраженным вишнево-черешневым оттенком вкуса. Ягода очень сладкая и ароматная. Урожайность одного растения примерно 700-800 граммов. И вторая новинка в нашей коллекции – это уникальный землянично-клубничный гибрид, который называется земклуника. Название этого сорта – Купчиха. Земклуника является собой гибрид двух видов ягод, который был получен в 80-х годах нашими отечественными селекционерами. Они скрестили крупноплодную садовую землянику с лесной клубникой. Ягоды земклуники Купчиха крупные, имеют слегка удлиненную форму. В среднем их масса колеблется в пределах 20-25 граммов. В длину они достигают 3-4 сантиметра. Аромат и вкус этих ягод выше всяких похвал. Весной земклуника начинает цвести белыми крупными цветками. В среднем один взрослый куст имеет до 15 цветоносов. Поскольку внешне кустики очень нарядные, то их часто применяют в декоративных целях. Я обязательно посажу несколько кустиков земклуники у себя на участке. Вот такие интересные и необычные сорта сегодня предлагаем мы вашему вниманию. Дорогие дачники, выбирайте и сажайте, удивляйтесь и радуйтесь, а мы постараемся помочь вам об этом. В магазинах дачная коллекция «Поступление» – 15 лучших сортов садовой земляники в контейнерах. Впервые в Самаре земклуника – уникальный гибрид лесной клубники и садовой земляники. Спрашивайте новое экономичное удобрение «Сапропель». И только в августе скидка 40% на суспензию хлореллы в объеме 5 литров. Сегодня с этой грядки мы сняли ранний урожай моркови, которую сеяли в конце апреля. Корнеплоды у нас получились в общем-то в основном ровненькие. И посмотрите, листва у моркови здоровые. Нет ни бордовых листьев, ни сиреневых, ни желтых. И при этом мы с тобой ни разу не использовали химию. И все это у нас получилось благодаря биологическим способам защиты. Свекла тоже получилась отменной. Она росла на грядке по соседству вместе с морковью. И тем не менее мы обнаружили вот несколько экземпляров мохнатой, бородатой морковки, так сказать. Ну, какие могут быть на это причины? Почему она такая получилась? Скорее всего, мы заправляем эту грядку органикой. Мы использовали компост на основе куриного помета. И где-то в каких-то местах неравномерно распределили эту самую органику. Дело в том, что когда морковь соприкасается с полуразложившейся органикой, ее корешок тоненький, когда она начинает отрастать, он подгнивает, и морковка как раз становится вот такая вот необычная. Сколько забавных фоток в интернете. Ну, поищем. Я думаю, что нам с тобой в этом году будет точно так же вестись погода. Будет теплый сентябрь и даже октябрь. И с этой грядки мы намерены снять еще один урожай. Различных зеленых культур. Поскольку в эту грядку мы будем сеять зеленые культуры, они, как известно, накапливают много нитратов, поэтому заправлять будем исключительно органическим удобрением. Это биогумус. Я его уже рассыпал. И вот сейчас слегка заправляю в почву. Посадить, как всегда, хочется все и сразу, чтобы осенью лакомиться свежей, сочной зеленью. На капусте кальра бивенская белая. Вот на пакетике написано, что урожай можно снять через 35-40 дней. Значит, мы успеем. Салаты различные. Редис – французский завтрак. Шпинат. Сейчас самое время сеять, он не уйдет в цвет. Еще один интересный салат. Горчица. И вот такая интересная капуста японская, листовая, с резными кружевными листьями. Биогумус заправлен. Теперь слегка разравниваем почву в грядке. Сегодня я приехала на базу к Владимиру Григорьеву с таким вопросом. Владимир, сейчас многие дачники устанавливают теплицы, а еще ведь не просто покупают готовые, а иногда и сами делают различные конструкции, где нужен поликарбонат. Что следует учесть, чтобы выбрать поликарбонат качественный? В основном устанавливают на теплице сотовый поликарбонат 4 мм. Но цена везде разная. И чтобы дачники не ошиблись в своем выборе, я бы хотел рассказать, почему цена разная. Все зависит от толщины стеночки. И поэтому у той же длины и размеров поликарбоната вес разный. Чем тоньше стеночка, тем хуже поликарбонат. У хорошего поликарбоната, вес поликарбоната 12 м, вес должен быть, ну, у нормального поликарбоната не менее 20 кг. Получается, что дачники таким образом могут немного обмануться. Толщина одна, а вес разный. Обратите внимание, на срок гарантии на поликарбонате он должен быть указан. На ультрафиолетовую защиту на поликарбонате вы должны визуально осмотреть лист поликарбоната, нет ли каких-либо дефектов. Самый распространённый дефект на поликарбонате – это сгустки поликарбоната. То есть он неравномерен на просвет. Это говорит о том, что поликарбонат некачественный. Владимир, сейчас очень модно делать конструкции различные по цвету. Какой поликарбонат вы можете нам порекомендовать? Вот нам в этом году с Виталием нужно будет сделать беседку. Ну, я, во-первых, хотел бы, чтобы вы определились с цветом поликарбоната. И обязательно посмотреть на светопроникновение. Ну, вот белый поликарбонат. Очень хочется, чтобы в беседке было светло и в то же время не жарко. Вот вроде бы он белый, но в то же время светопоглощение всего 25%. Белый поликарбонат смотрится очень эффектно, очень красиво. Владимир, если вдруг дачники решили сами сделать какую-то конструкцию с поликарбонатом, вот какие комплектующие им нужны? Самое главное комплектующие – это, конечно, шайбы, термошайбы, которые поликарбонат защищают от ветровых нагрузок. Тем не менее, если вы хотите поликарбонат сделать в стык, есть специальные разъёмные соединения. Стыковочные, разъёмные, неразъёмные. Это тоже очень нужная вещь. И чтобы защитить соты поликарбоната от пыли и насекомых, есть торцевые элементы, они тоже бывают разной толщины, которые закрывают поликарбонат. Владимир, лист очень большой. Это стандарт? Это стандартный лист. Длина у него 12 метров, ширина 2 метра 10 сантиметров. Здесь 25 квадратных метров. Ну что ж, дорогие дачники, не попадайтесь на подделки и выбирайте только качественный поликарбонат. Качественные теплицы из поликарбоната вы можете приобрести в артеле Григорьева, а также любые металлоконструкции на заказ. Изготовление вагончиков для дачи и стройки. Телефон 271-0920. Компания «Продметалл». Цветная капуста крайне капризна. И если учесть, что головки очень плохо завязываются в жару, то получается, что проще всего получить осенний урожай. От высоких температур цветную капусту спасают грядки, укрытые тонким нетканным материалом. Чтобы сформировалась хорошая головка, капуста должна нарастить мощную розетку листьев, для чего каждые 10 дней нужно было делать подкормки. Заглянем в центр розетки. Началось формирование головки. Теперь наша задача – не допустить пересыхания почвы и вовремя делать подкормки. Чтобы оживить полезную микрофлору почвы, сделаем полив с микробиологическим препаратом на основе водоросля хлорела. Такая подкормка улучшит физические и химические свойства почвы. По листу капуста получит удобрение с микроэлементами. У капусты гладкие листья, и при подкормке влага, как правило, стекает. Поэтому в приготовленный коктейль добавьте немного диктярного мыла. Таким образом вы получите хорошую прилипаемость и заодно защитите капусту от вредителей, которым запах диктярного мыла придется не по вкусу. Принцип органического земледелия гласит – не давайте земле пустовать, она от этого лучше не становится. На своем участке мы используем каждый сантиметр освободившейся земли. С вами, как всегда, работали Виталий Декабрёв и Марина Рыкалина. Увидимся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин